Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Все мои предки, они воевали. Воевали за нашу родину. Дедушка с бабушкой дошли до Берлина. Люберецкий депутат отправился в зону проведения специальной военной операции. Я уже думала, что на этом уже все закончилось, и ходить я больше не буду. Хирурги-травматологи освоили новые операции. Я буду им пользоваться, и это важно, чтобы на дороге нас не сбили. Инспекторы ГИБДД продолжают рассказывать маленьким пешеходам о безопасности на проезжей части. Меня карате многому учат. Тренер нам рассказывает много чего. В округе прошли отборочные соревнования по карате-сюту-кан. А теперь обо всем подробнее. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств рассказали об итогах проделанной работы за отчетный период. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило 2400 заявлений. Сотрудники ведомства возбудили 23 уголовных дела. 13 из них раскрыли по горячим следам. В округе по-прежнему растет число жертв дистанционных мошенников. И это несмотря на активную профилактическую работу полиции. Мы раздаем памятки, что могут позвонить вам неизвестные люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, банками, что ваша карточка будет заблокирована. Лучше перепроверьтесь, позвоните, уточните, вызовите участковую. То есть участковая практически каждый день раздает вам эти памятки. На оперативном совещании доложили, как в школах городского округа Люберца организовано горячее питание. На сегодняшний день бесплатные завтраки получают все ученики младших классов, а это более 21 тысячи детей. Качество блюд в школьных столовых под контролем надзорных органов. Рацион питания обучающихся школы представлен 10-дневным циклическим меню. С 1 сентября в школьных столовых обновлено меню. Из него убрали позиции, которые нравятся детям меньше всего. Добавили оладьи, вареники с творогом, куриные наггетсы, сырники. А пятница является с прошлого года пельменным днём. На встрече рассмотрели жалобы и предложения, поступающие от жителей. На прошлой неделе по всем адресам в Малаховке, которые были указаны в обращениях, восстановили освещение. Остаются еще такие места, как Красковское шоссе, Большое Кореневское шоссе, Набыковском шоссе. Там у нас пока отсутствует освещение на Рязанском шоссе, Томильно, в сторону области. Ну и в Люберцах, вдоль Октябрьского проспекта, в частности, эстакада «Мальчики», необходимо проверить лампочки. После доклада Дмитрия Баранова глава городского округа Владимир Волков дал ряд поручений своим профильным заместителям и руководителям управляющих компаний. В частности, провести ямочный ремонт на Смирновска и организовать своевременный вывоз мусора на улице Юности. Депутат Сергей Черкашин ушел на защиту рубежа Отечества. Перед отправкой в зону специальной военной операции он уже прошел переподготовку и боевое слаживание. Тему продолжит Богдан Колесников. Решение об отправке в зону СВО 49-летний Сергей Черкашин принял давно. Друзья и коллеги выбор депутата поддержали. Семья тоже. Все мои предки, они воевали. Воевали за нашу родину. Дедушка с бабушкой дошли до Берлина. Меня поддерживает отец. Отца поддерживает мать. Родные и близкие. Семья, супруга относятся к моему решению с пониманием. Мое решение, оно было принято давно. Я еще как бы летом подал документы. Но пока формировали команду. Переподготовка, обучение. Ну вот, сейчас уже убываем. Перед отправкой Сергея Черкашина в зону боевых действий коллегу по депутатскому корпусу пришел поддержать Александр Шлопак. На нас на самом деле это была прежде всего неожиданность. И мы гордимся Сергеем Николаевичем, гордимся его поступком, принятым его решением. Мы ждем Сергея Николаевича обратно живым и здоровым. И через полгода ждем его на Совете депутатов. Мы по нему будем скучать. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Травматологи Люберецкой областной больницы получили лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь. И если раньше операции по замене суставов были большой редкостью, то с начала этого года хирурги провели уже около 200. Как врачи возвращают пациентам радость движений, покажем в следующем сюжете. Я вот просидела, мне казалось, что у меня что-то другое болит. Это же у меня не ноги болят. Как у меня в моем возрасте могут болеть ноги. Как это я могу оказаться без них? Оказалось, что могу. Оттягивание визита к врачу – одна из самых частых причин развития коксартроза. Это серьезное заболевание, которое приводит к разрушению соединительной хрящевой и костной тканей. Но с такой патологией люберецкие врачи справляются. В отделении травматологии протезированием тазобедренного сустава владеют все специалисты. На тазобедренном суставе мы делаем как при патологии самого тазобедренного сустава, так и при переломах шейки бедра и вообще максимального отдела бедра. В общем, делаем мы тотальное депротезирование. Это при коксартрозах. Лицензию мы недавно получили, в августе месяце. И поэтому стараемся этот процесс внедрять широко в наши больницы. Мне сделали операцию на правой ноге, заменили тазобедренный сустав, поставили протез. И сейчас будет вторая операция на левой ноге. Врачи вообще шикарно все делали. Вообще молодцы просто. У меня даже после операции не было болевых ощущений. Ну, первый день, первые два дня уколы на ночь делали. Только на ночь. Во время операции врачи заменяют пораженный сустав специальным протезом, который служит десятки лет. После хирургического вмешательства пациенту необходим восстановительный период. Для этого на базе Люберецкой областной больницы работает отделение реабилитации. Луиза Игиазерян, телеканал ЛРТ. В отделение травматологии стационара номер один Люберецкой областной больницы поступила медицинская техника и силовое оборудование. Благодаря новинкам, закупленным по программе здравоохранения Подмосковья, врачи расширили перечень проводимых операций. Все подробности у нашего корреспондента. За операционным столом заведующий отделением травматологии Алексей Пронин. Врач проводит эндопротезирование коленного сустава. Здесь нужна ювелирная точность и, безусловно, высокотехнологичное оборудование. Заменить изношенные суставы на прочные протезы хирургу помогают специальные медицинские инструменты. А выстраивать компоненты в нужное положение – навигационная установка. Пациенты к нам направляются с наших поликлиник. У нас открыт при стационаре отделение кабинет плановой госпитализации, в который пациенты приходят по записи. В определенное назначенное время они принимаются. Если у них действительно есть показания к замене коленного сустава, они предварительно ставятся в очередь. И потом в течение месяца двух мы всех этих пациентов потихонечку вызываем. Пациент встает на ноги и учится ходить уже на следующий день после операции. Для полного восстановления походки потребуется в среднем три месяца. Я уже думала, что на этом уже все закончилось и ходить я больше не буду. Такие боли были сильные. Но так случилось, что попала в больницу, предложили операцию. Теперь я хожу и очень счастлива. И я знаю, вот одну колено сделали мне четыре месяца назад. Оно уже практически не болит. Я хожу и с удовольствием шла на вторую операцию, поменять второй коленный сустав. Теперь я знаю, что через некоторое время доктор сказал, что я даже буду бегать. Обещать бегать медики могут не всем пациентам. В первую очередь все зависит от давности болезни. Поэтому при болях в коленях визит к врачу лучше не откладывать. Луиса Эгия Зарян, телеканал ЛРТ. 29 октября отметили праздник неравнодушных и отзывчивых людей. День добровольца. В честь этого дня волонтерам организовали игру-тренинг для поднятия командного духа. Пригласили участников движения из разных муниципалитетов. С добровольцами пообщались мои коллеги. На самом деле я считаю, что вы все победители, потому что вы выбрали для себя делом в жизни помогать людям. Это в таком возрасте не каждый понимает. И самое главное, не каждый делает. Поэтому у вас очень правильная, я считаю, интересная, человека-любивая позиция, которая обязательно вернется к вам добром. В городском округе Люберцы более тысячи человек – добровольцы. Анастасия Снегурова стала волонтером в 2019 году. В период коронавируса развозила продукты и лекарства пожилым людям. В настоящее время помогает собирать гуманитарную помощь. На празднике, посвященному Дню Добровольца, вместе с другими волонтерами организовали сбор для военнослужащих. Мы проводим доброе дело, собираем гуманитарную помощь для наших защитников, пишем письма с теплыми словами. Ты чувствуешь себя полезным, нужным. И это невозможно заменить ничем другим. Вот эти чувства не описать. Тебе не нужно за это даже благодарность. Ты просто сам чувствуешь, что ты поступаешь правильно. Анастасия Комкина всего 16 лет. Вступила в ряды волонтеров недавно. Пришла с желанием помогать решать проблемы пожилых людей. Быть рядом и протянуть руку помощи в нужный момент – ее жизненный девиз. Я очень долго следила за этим. Перед тем, как вступить, взвешивала все «за» и «против». И, конечно же, «за» перевесили. И я решила, что я хочу быть волонтером. Меня воротило, что тот, кто всегда придет на помощь, никогда не откажет. И кто всегда поддержит как-то. Игра-тренинг организована для поднятия командного духа. Участвовали четыре разных муниципалитета – Люберцы, Котельники, Дзержинский и Жуковский. Добровольцы придумывали общие социальные проекты на будущее и проходили творческие квесты. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается социальный раунд «Засветись, стань заметнее на дороге». Начиная с 23 октября инспекторы ГИБДД проводят профилактические акции, обучающие мастер-классы и уроки для детей. Одна из последних встреч со школьниками прошла в Малаховке. Мы, сотрудники госавтоинспекции, посещаем очень много школ, рассказываем деткам о правилах дорожного движения. Но сегодня мы к вам пришли на необычный урок. Ежегодно в России на слабоосвещенных дорогах происходит 25 тысяч ДТП, в которых погибают около 5 тысяч пешеходов. Снизить печальную статистику можно. Для этого нужно пользоваться световозвращающими элементами. О пользе таких маленьких, но крайне необходимых предметов, сотрудники госавтоинспекции рассказали ученикам младших классов 52-й школы. Как раз сейчас осенне-зимний период, рано темнеет, дети выходят из дома в школу, темно, идут домой, темно. Сотрудники госавтоинспекции посетили уже более пяти школ, провели информационно-разъяснительные беседы на тему правил дорожного движения и необходимости использовать эти возвращающие элементы. С детьми побеседовали также представители Союза безопасности дорожного движения, после чего школьникам предложили сделать своими руками светящиеся брелки. Полезным аксессуаром дети украсят свои портфели. Я буду им пользоваться, и это важно, чтобы на дороге нас не сбили. Я делаю светоотражающие элементы в виде приведения, чтобы было безопасно на дороге в темное время суток, и чтобы тебя в этот стиль замечал и не сбить с дороги. Социальный раунд продлится до 26 ноября. Кроме встреч со школьниками, инспекторы ГИБДД проводят профилактические рейды и акции. Главная цель – обезопасить пешеходов и научить их быть заметнее на дорогах. Луиза и Геозарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. К столетию со дня образования Московской губернской прокуратуры в музейно-выставочном комплексе подвели итоги конкурса «Прокуратура глазами детей». Юных художников поприветствовали сотрудники Люберецкой прокуратуры и глава округа Владимир Волков. Конкурс очень необычный, конкурс для нас вновь организованный. Наша художественная галерея именно для этого и была построена, чтобы здесь всегда себя показывали, проявляли абсолютно любые люди творческих направлений, души, призвания. В конкурсе рисунков приняли участие воспитанники художественного отделения детской школы искусств номер 3 города Люберцы и дети сотрудников прокуратур Московской области. София Безбородова занимается живописью с 6 лет. Ее работа вошла в число лучших. Я не особо люблю что-то такое, потому что реализмы, какие-то серьезные темы – это не для меня. И работа мне показалась сначала немного не моей. Но когда я писала ее, мне почему-то во мне появились какие-то новые эмоции, может быть, даже чувства, которые не испытывала до этого. Каждая работа, я считаю, должна быть искренней и преданной к самой себе. Участников конкурса наградили благодарственными письмами главы округа и памятными подарками. Каждую работу оценивали и сотрудники прокуратуры, и профессиональные художники. Художник должен чувствовать свет. Цветовое решение – это в чем заключается? Если тонально чуть переберешь, вот то, что задний план, может выскочить на первом. Вот тут у них все, как бы у этих работ хорошо сочетается. Во-первых, композиция не очень выскакивает, а они творят. Вот то, что они видят внутри, то и передают. Огромное спасибо и благодарность детям, которые приняли участие в проведении этой выставки. Замечательные работы, очень интересный взгляд на нашу работу. Те улыбки, глаза детей, которые мы сегодня видели, говорят нам о том, что нужно продолжить эту замечательную традицию. Конкурс детских рисунков «Прокуратура глазами детей» проходит в Люберсах впервые. Теперь он будет ежегодным. В музейно-выставочном комплексе выставка открыта до 9 ноября. А в округе продолжается серия концертов для старшего поколения. Уже шестая по счету встреча прошла во Дворце «Спорта Триумф» и собрала рекордное количество гостей. Как представители серебряного возраста провели время, покажем в сюжете Луизы и Геазарян. В банкетном зале Дворца «Спорта Триумф» сегодня аншлаг. Более 200 гостей заняли места в зрительном зале, чтобы послушать любимых артистов. Но по традиции перед концертом небольшая разминка и суставная гимнастика. А теперь те, кто ни разу никуда не ходил, ни на какое занятие по долголетию. Первый раз пришел, покажите. Инициатор таких встреч – депутат городского округа Люберцы Владимир Сурков. Мероприятия, объединяющие представителей старшего поколения, проходят при поддержке «Единой России» в рамках акции «Забота рядом». Основной мой посыл – всех вас вовлечь в занятия физической культуры и спорта. В рамках программы активного долголетия нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. На базе «Триумфа» у нас проходят замечательные занятия. Суставная гимнастика, йога, фитнесы. Все это бесплатно. Вот в этом здании, на втором, на третьем этаже. Лауреат всероссийских и международных конкурсов певец Алексей Блинов исполнил для гостей песню «Люберцы», посвященную 400-летию города. Затем к зрителям вышел ансамбль «Китиш» и баянист-виртуоз «Споем вместе». Хорошо. Очень даже хорошо. Интересно. Общение. Спасибо большое. Песни нравятся. То, что они из кинофильмов. Это все уже знаем мы. Идея очень хорошая. Где еще попить, если не здесь? Молодцы, что все это организовали. Спасибо вам огромное за вот это вот все. Хоть немножко настроение поднимается в этот ненастный день. Прекрасно все. Приятные впечатления, подарки и хорошее настроение жителям городского округа дарят каждый четверг. Следующий концерт состоится 2 ноября в 18.00 во дворце «Спорта «Триумф». Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Благотворительный фонд Натальи Рогозиной «Спорт. Здоровье. Жизнь» вновь приехал в Люберцы с подарками. На этот раз двукратная чемпионка мира по боксу передала сертификаты на приобретение «Даянга» для занятий адаптивным тхэквондо. Занятие тхэквондо для детей с ограниченными возможностями здоровья в округе проводят с начала года. Каждому ребенку индивидуальный подход. Благодаря приобретению спортивного напольного покрытия тренировки будут проходить в комфортных и безопасных условиях. Я задействую дети и стараюсь помогать, развивать все-таки детки. Это спорт, здоровье и жизнь. Это наше будущее. Помогаем даже и вот сейчас с офицерами России, то есть поддерживаем ветеранов в спорте. И других детей поддерживаем тоже. То есть все, что необходимо. По мелочи. То, что они делают, это не мелочи. Это очень большая помощь. И им было очень большое за это спасибо. Таким детям особая любовь, особая поддержка нужна. Тренер, который с ними ведет занятия, он очень много сил, энергии вкладывает, потому что с ними работа, она чуть-чуть отличается от той работы, которую, например, мы проводим ежедневно в залах с обычными людьми. Занятия по адаптивному тхэквондо в Люберцах посещают 34 человека в возрасте от 6 лет. Тренировки проходят бесплатно три раза в неделю. На встрече выездной администрации с жителями многодетная мама Елена Михеева обратилась за помощью по устройству детей в спортивной секции. Девочки-двойняшки из семьи хотят заниматься спортивной гимнастикой. Результаты встречи оправдали свои ожидания. У Елены Михеевой пятеро детей. Двойняшки Софья и Тамара мечтают стать профессиональными гимнастками. На встрече выездной администрации с жителями ее просьбу приняли в работу. И уже 1 ноября девочки отправились на свое первое занятие. В общем, мы очень попросили нам в этом посодействовать. И вот сегодня ура-ура-ура, вот две звездочки будут заниматься сегодня первое пробное занятие. Для Софьи и Тамары гимнастика – давняя мечта. Не пропускают ни одной спортивной программы по телевизору. Несмотря на юный возраст всего 7 лет, они пытаются даже в домашних условиях повторять за профессионалами. Я просто мечтала стать гимнасткой. Я даже дома занималась гимнастикой. А сегодня моя сестра умеет колесо делать и чуть-чуть умеет на сапогат садиться. Девочек пригласили на занятия в гимнастический клуб «Динамо» имени Михаила Воронина в поселке Тамилино. Там занимаются более 200 детей в возрасте от 3 лет. Руководство клуба всегда готово помогать многодетным семьям. Они не первые, но одни из тех, которые действительно многодетные. Там, я помню, 5 детей. Две девочки, которые к нам хотели с удовольствием заниматься. Мы всегда идем на встречи, даем скидки. У нас телегутная программа многодетных. У нас достаточно много таких. После знакомства с тренером Софья и Тамара отправились на занятия и стали на шаг ближе к мечте. Посещать тренировки планируют два раза в неделю. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Смоленске завершились соревнования по спортивной аэробике. За призовые места состязались более 200 спортсменов из Подмосковья, Псковской, Воронежской, Ленинградской и Смоленской областей. Городской округ Люберцы представляли воспитанницы клуба «Надежды аэробики». На тренировки юных чемпионок побывал Богдан Колесников. За светой начинаем разминку по кругу. Пару кружочков побежали с истанином возрушения. Побежали. Люберецкий клуб «Надежды аэробики» посещают 50 человек. Из них более 30 спортсменок постоянно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. Весной выступали в Казани, а в середине октября вернулись из Смоленска, где завоевали 14 комплектов медалей. Второе место я заняла в соло и в группе. И еще первое место в тройке. Это моя только часть «Малая наград». Очень много городов я ездила, получала награды. Благодаря занятиям аэробики я всегда в хорошем настроении и в квартирной форме. Александра Штопаук за 6 лет занятий аэробикой завоевала более 50 медалей, дипломов и кубков. В межрегиональных соревнованиях «Смоленские узоры» заняла три призовых места. Первое место – номинация соло. И еще первое место – номинация тройка. А второе место – группа. Нужно слушать тренера. Потому что если ты не будешь слушать, ты неправильно сделаешь. О том, что важно слушать и слышать тренера, знает и 7-летняя Ульяна Сафронова. На занятиях себя не щадит. Равняется на старших. Мне мама это предложила, а я захотела пойти. И я занимаюсь лидалкой. Я хочу стать главным спортсменом. Здоровые амбиции, уверенность в себе и стремление к поставленной цели помогают добиться высоких результатов, считает главный тренер по спортивной аэробике Ксения Сосновская. Аэробика полезна всем. Она развивает все мышцы. И гибкость, и силу, и выносливость, и артистизм, что в нашем виде спорта тоже очень важно. Мы в каждом пытаемся это воспитать, чтобы каждый был таким целеустремленным, трудолюбивым, воспитанным, ответственным. Тогда результат не заставит себя долго ждать. Спортсменки уже готовятся к новым испытаниям. В начале следующего года они представят люберцы во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Екатеринбурге. Мы любим Альбом! В Люберцах начал развиваться еще один олимпийский вид спорта. Теперь все желающие могут научиться играть в бандбинтон. В городском округе уже организовали первый турнир, куда пригласили спортсменов из разных уголков России. За игроками наблюдали и мы. Теперь в Малом зале Дворца Спорта Триумф можно проводить еще одни занятия. На полу нанесена разметка для бандбинтона. Весь необходимый инвентарь для этой незаслуженно забытой игры есть. И профессиональный тренер готов обучать АЗАМ нового для Люберец вида спорта. Это самый скоростной вид спорта. В этом году был установлен новый рекорд скорости при атакующем ударе смеш. 565 километров в час скорость вылета Волана. Он второй по популярности после футбола в мире. Конечно, это благодаря Азии, в том числе и в Восточной Азии. Это олимпийский вид спорта, где разыгрывается 5 комплектов наград. Об уникальности этого вида спорта решили напомнить с помощью турнира. На первую пробу пера пригласили почетного гостя – российского космонавта-испытателя Александра Мисуркина. С бадминтоном я познакомился, когда переехал, поступил в отряд космонавтов. И уже занимаясь там физической подготовкой, вдруг узнал, что есть такой вид спорта – бадминтон. То есть не то, что все знают, а бадминтон, да, конечно, я умею. А именно олимпийский вид спорта – бадминтон. И с тех пор он стал моей неотъемлемой частью жизни, потом стилем жизни, потом я создал федерацию в Орловской области с единомышленниками, которые там были. Для меня сегодня это, наверное, самый главный способ поддержания активного долголетия. Всего в турнире приняли участие 8 спортсменов. Асиф Игбал увлекся бадминтоном, когда переехал из Бангладеша в Москву. За 5 лет добился определенных высот. Был Красногорский турнир по разряду, и выполнил сегодня второй разряд. Бакланов Михаил, мы с ним просто друзья, и он рассказал про этот зал. И я надеюсь, что будем сюда приезжать, поддерживать, играть. В настоящее время идет набор в секцию по бадминтону. Записаться могут как взрослые, так и дети. Начинать занятия можно с 7 лет. Доступен этот вид спорта и для пожилых людей. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Первенство и чемпионат городского округа Люберцы по восточному единоборству в спортивной дисциплине «Сютокан» собрали более 130 участников. Соревнования проходили по двум программам – ката и кумите. За выступлениями спортсменов наблюдал Богдан Колесников. В стиле японского карате «Сютокан» захватов нет. Но во время боя нужно мощно и быстро наносить удары ногами и руками. Каждое выступление оценивалось по 12 категориям. Одно неверное движение на татами и минус балл. Сила, скорость, динамика, техника, стойка, дыхание, ритм и так далее. Это вид спорта, который не только тело тренирует, но и сознание воспитывает. Очень хороший воспитательный акцент делается на занятиях в карате. Оксана Зубко занимается восточным боевым единоборством с 7 лет. Чтобы успешно выступить и получить высокую оценку судей, тренировалась каждый день. Результат себя оправдал. В нынешних соревнованиях в дисциплине кумите стала победителем. Свои навыки и умения показали не только начинающие каратисты, но и опытные спортсмены, в чьих копилках десятки наград. Во-первых, это интересно, это дело вкуса. И самое главное – это эмоции, когда ты получаешь первое место. Это очень классно. За призовые места состязались спортсмены в возрасте от 8 лет. Победители войдут в состав команды округа, которые в ноябре представят люберцы в первенстве Московской области и на всероссийских соревнованиях. В городском округе состоялся детский фестиваль футбола. Спортивный праздник объединил самых маленьких любителей популярной командной игры. Какие состязания для ребят подготовили организаторы, расскажем в сюжете. Кто вам больше всего нравится в футболе? Забивать голы? Да! Будем сегодня забивать голы? Да! Упражнения на ловкость и координацию, эстафеты с мячом и подвижные игры, которые помогают детям развивать коммуникативные навыки и умение работать в команде. Мне здесь очень нравится, здесь весело. Я хочу стать великим футболистом, таким же, как Роналдо. Меня привлекает футбол, что здесь надо много тренироваться. Мне 6 лет, я 2 года занимаюсь футболом. Я люблю забивать голы, и у меня вот так получается. Тренеры показали, какие бывают комбинированные атаки, и поделились маленькими хитростями, как обойти соперника и забить гол. Современные футбольные поля с искусственным покрытием позволяют проводить такие мастер-классы в любую погоду. Мы, ребята, знакомы с прекрасными новыми манежами, которые открываются в городском округе Люберцы, как раз на территории общеобразовательных школ. Сегодня у нас некое уникальное событие. Мы с коллегами по федерации организовали футбольный фестиваль для самых младших любителей футбола. Это дети от 5 до 7 лет, которые только делают первые шаги в футболе. Фестиваль собрал более 40 юных любителей футбола и дал старт осенне-зимнему сезону игр детской футбольной лиги. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания.